Приветствую вас. Вопрос следующий. Постоянно мучает чувство вины, будь то отношения с мужчиной, с родными, все время переживает за то, что сказал и сделал. Постоянно кажется, что вдруг кого-то чем-то обидело. Как быть в таком случае? Ну, если говорить о том, как быть в таком случае, то самый лучший вариант это, конечно, пойти на психотерапию, то есть начать индивидуальную работу с психологом, вот, и, в общем-то, консультироваться и исследовать свою проблематику, потому что самостоятельно у вас, скажем так, исправить это или, скажем так, скорректировать это вряд ли есть и будут ресурсы. Если бы они были, то вы бы уже, скорее всего, давно бы сделали это самостоятельно. То есть это вот то, что обязательно нужно понимать. То есть нужно понимать, что если бы вы могли, и вы бы это уже сделали. Раз вы этого не сделали, то вы не можете. Раз вы не можете, вам нужна помощь специалиста, помощь, ну, помощь психолога. Вот. Дальше. Что касается чувства вины, то ситуация здесь следующая. Чувство вины представляет из себя злость, обращенная на себя. То есть вы какой-то, ну, каким-то, скажем так, проявлением злости на кого-то запрещаете иметь место быть. И поэтому достаточно легко обращать это на себя. Вот. Что, собственно, и приводит к, я бы сказал, таким казусам. Что здесь нужно в первую очередь сделать? В первую очередь здесь нужно, на мой взгляд, значит, найти, так скажем, корень или триггер, который эту злость вызывает, то на кого или на что это направлено. И дальше уже вам будет, ну, как вы знаете, вот, я бы сказал, вам будет легче дальше. Ну, вот, по началу, для начала особенно, имеет смысл действовать вот в таком, примерно, ключе. Чтобы вам было как-то, ну, попонятнее, да, чтобы вам было как-то вот, ну, получше. Чтобы вам было пояснее то, что в целом с вами происходит. И то, что, и то, чего в целом, опять же, например, вы хотите или то, чего бы вы могли хотеть. Это первая история. Вторая история заключается в том, значит, что человек, ну, который, боится обидеть кого-то, это в первую очередь человек, сращавшийся в одиночество, и это в первую очередь тот, кто предполагает, что если я буду выражать свои чувства, да, если я буду выражать свои эмоции, если я буду выражать их, ну, как-то вот говорить о том, что меня беспокоит, то я очень быстро, например, остаюсь одна, ну, такая, такая вот история достаточно часто имеет место быть, и такая дилемма, скажем так, человека мучает. В вашем случае необходимо, опять же, увидеть, что по вашему мнению в вас такого, да, что вы обязательно останетесь одна, например. То есть на, ну, вот на языке, да, на нашем языке, на языке психологии, то, о чем, например, мы сейчас говорим, говорим, это по сути мы говорим об элементах, элементах интроекции, то есть когда я думаю о себе довольно плохо, вот. А то, что происходит, допустим, ну, вот, в моей жизни, да, то, что происходит со мною, я рассматриваю как, знаете, такое как бы подтверждение тому, что я о себе думаю. То есть когда человек, например, на меня обижается, я думаю, что, а, ну, вот он обиделся, потому что я вот, например, такая вот плохая, или вот он обиделся, а, ну, я, значит, так и думала, да, что он на меня обиделся и так далее. То есть вы боитесь одиночества. Возникает вопрос, чем вас, чем так страшно одиночество, чем оно вас страшит? Вне всякого сомнения речь не идет о том, чтобы вам стремиться к одиночеству, об этом никто не говорит. Но речь идет о том, что оно вас почему-то, ну, почему-то пугает вас. Вот. И на мой взгляд, на мой, на мой скромный взгляд, лучше, конечно, это выяснить. На мой взгляд, лучше это прояснить. На мой взгляд, лучше пытаться увидеть и заметить, чем же меня так одиночество пугает, да, что меня в этом пугает. Потому что оно вас пугает, иначе бы вы не прикладывали бы столько сил для того, чтобы его избежать. Вот. Я бы, наверное, так ответил бы на ваш вопрос. То есть вы спрашиваете, как быть в такой, ну, вот, как быть в такой ситуации. В такой ситуации нужно идти на психотерапию и, значит, посвящать время исследованию себя. Посвящать время тому, чтобы изучать себя, свои реакции изучать, изучать свою психику, вот, и находить новые ресурсы. Для, условно говоря, там, формирования, ну, более, более комфортных, например, условий жизни. Смотрите. Вот. Ну, потому что, опять же, кроме, кроме вас, да, кроме вас, кроме вас, кроме вас самой, этого не сделает больше никто. Вот. Ну, а момент заключается, момент заключается в том, что сами вы делать этого не умеете, не умеете. Вот. Вы не знаете, как, и вы, вероятнее всего, еще и боитесь. Вот. Да, ну, то есть вам кажется, что вот вы сейчас это сделаете, и все, и все, и сразу на вас все обидятся, сразу вы останетесь, значит, одна, и сразу все закончится. Вот. Вот. Это опыт непростой, как, как очень непросто и жить в такой, ну, в таких, таких условиях. Не просто находиться в таких условиях, в условиях, как бы, постоянной опасности, что ли, в условиях постоянной угрозы, в условиях постоянной угрозы того, что у вас просто отсюда и тревога может быть, может быть, может быть, эм, ну, такая вот регулярная, да, у вас, например, например, например. Отсюда может быть и невозможность, эм, ну, невозможность как-то вот, э, ну, э, чувствовать себя, э, свободно, э, комфортно, э, комфортно. Э, естественно, в общении с людьми, вот, ну, и дальше все примерно вот в таком духе. Вот. Поэтому, да, суть, э, вот в этом смысле, суть, э, помощь, э, э, столько вот, э, ну, психотерапевтического, э, вам поможет. А, других вариантов, наверное, наверное, нет. Вот, по крайней мере, это самый лучший, самый, э, дешевый, э, с точки зрения запрат энергии, э, способ, вот. Конечно, конечно, э, с этим можно не согласиться, да, особенно если, ну, э, если вы не рассчитываете, например, например, там, допустим, если вы не рассчитываете оплачивать, э, э, ну, психотерапию, э, вот, это, это, понятно уже, такой более, э, ну, более детальный, более личный, э, вопрос. Э, вот, ну, я надеюсь все же на то, что вы выберете, э, о себе позабочиться, я надеюсь, что, э, что все-таки вы выберете, э, заботу о себе, потому что, э, это, э, вы делаете на всю свою работу, жизнь, э, э, и вы это делаете, как бы, ну, для себя, э, вот. Не для кого-то, а для себя. Это, на мой взгляд, важно. Э, э, на этом все, я надеюсь, что мой ответ, э, был вам интересен, надеюсь, что, э, мой ответ, был вам полезен. Э, э, я буду благодарен вам за обратную связь, э, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, то есть, э, ну, сформулировав, э, обратную связь мне, например, вы, э, вы, э, сформулируете для себя, э, какие-то базовые постулаты для будущей, э, психотерапии, то есть, для психотерапевтической работы. Вот. А, вот. Всего вам самого доброго. Удачи.